Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Героический век. Военные комиссариаты отмечают столетие. Один серый, другой белый. В Чебоксарах проходят рейды по неформальной занятости. Диплом дипломата. Чебоксарские школьники вернулись с сессии дипломатической школы в Австрии. В это воскресенье военкоматы страны отметят столетие со дня образования. Военные комиссары Чувашии поздравления принимали уже сегодня. Об истории ведомства и его задачах. Сюжет Дмитрия Ковалева. На этих стендах вековая летопись военкомата республики. Комиссариаты были образованы в непростое время для того, чтобы решать стратегические задачи. В годы Великой Отечественной войны успешно была проведена всеобщая мобилизация. На фронт только из Чувашии были призваны более 200 тысяч человек. В военкомате республики в сжатые сроки укомплектовали и интернациональные войска. Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов остаются поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, оказание социальной защиты гражданам по военным с военной службы. С первых дней своего становления военные комиссариаты исполняют почетную обязанность по подготовке защитников Отечества. План генерального штаба республика выполняет каждый год. Призывники из Чувашии служат и в элитных войсках. Ежегодно все показатели по нормативам призыва мы выполняем. Нормативы нам доводит Министерство обороны Российской Федерации. И здесь хочу выразить слава благодарности родителям, которые достойно воспитывают своих сыновей и дочерей. Воспитание молодежи для военных комиссариатов – одна из ключевых задач. И она выполняется эффективно. В республике за последние годы выросло количество кадет. А вот уклонистов, отмечают военкомы, становится все меньше. Действительно, наши ребята молодые хотят служить в вооруженных силах. Это школа мужества. Мы стараемся молодых ребят ориентировать на их профессиональную подготовку. Направляем по подготовке специалистов в ДОСАФ, на обучение водителей. Также мы работаем с ребятами по набору на военную службу по контракту. Набираем молодых ребят ориентирован на поступление в военное училище. Лучшим из лучших вручили почетные грамоты и юбилейные медали от Минобороны. Вклад работников военкоматов сложно переоценить. Благодаря им страна под надежной защитой. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Шесть поисковых отрядов из разных уголков республики получили гранты главы Чувашии на проекты, связанные с историей Великой Отечественной войны. В этом году на участие в конкурсе была подана 21 заявка. Решением Совета по присуждению ежегодных грантов главы Чувашской республики из них было выявлено шесть победителей. Среди них поисковые отряды Большесундирской и Новомурадской школы, Новочебоксарского химико-механического техникума, Молодежная общественная организация и Студенческий совет, а также объединение Алой Маки и Память. Гранты в размере от 75 до 100 тысяч могут быть направлены на сохранение и благоустройство воинских захоронений и отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества. На проведение поисковых работ, на создание мемориальных музеев и сооружение памятных знаков на местах боевых действий. С потеплением в Чувашию начинается ремонт дорог за долгую зиму. Дорожное полотно частично вышло из строя, особенно на основных магистралях. За прошлую неделю в Чебоксарах дорожники установили заплатки на 772 квадратных метрах дорог из расходов в 92 тонны литого асфальта. Первоочередной задачей является устранение выбои на аварийно опасных территориях. Работа проводится более чем на 10 городских участках. За пределами Чебокса также планируется улучшение дорожного сообщения. В 2018 году планируется начать строительство эстакады к мосту через Суру и завершить реконструкцию моста через реку Большой Цивиль. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства. В Чебоксарах проходят рейды по устранению неформальной занятости. Налоговая служба и прокуратура выясняют, оформлены ли работники по трудовой, не получают ли они зарплату в конвертах. Очередной такой рейд прошел в Калининском районе. В поле зрения инспекторов попали две организации. Подробнее Рефат Фадкулин. Налоговые инспекторы пришли на автомойку вовсе не для того, чтобы придать блеск своему автомобилю. Это работники поняли сразу. И тут же начали скрываться. Однако одного все же удалось застать на рабочем месте. Давно работаете? Да, около двух лет. Около двух лет. Официально туда устроено? Туда вы думаете? Туда вы думаете? Нет. А зарплату как получается? Ежедневно, наверное? Нет. А как платят зарплату? Два раза в месяц? Вам удобнее работать неофициально. Все понятно. Нелегальные трудовые отношения. Проблема, от которой страдают все. Работник оказывается в бесправном положении. Отпуски и больничные ему не оплачиваются. Государство не получает налоговые отчисления. Работодатель рискует деловой репутацией. А в госинспекцию труда ежемесячно поступают сотни жалоб на несправедливую оплату труда. На данном предприятии в одну смену работают как минимум 13 человек. То есть это 11 умойщиков, плюс кассир и еще один администратор. Так как данное заведение работает круглосуточно, то работников намного больше шляет трудовую деятельность. По отчету за 2017 год видно, что налогоплательщик указывает 9 работников. Для выяснения данного расхождения руководитель данного предприятия приглашен на комиссию по легализации налоговой базы. Незваными гостями налоговики оказались и в кафе, который находится в этом же здании. В штате два человека – работодатель и работник. У вас работник, почему до сих пор нет трудов своей? Он вообще только у нас стажируется. Стажируется второй месяц? Он не второй месяц. Второй месяц? Всего сложно. Два месяца? Он ошибся немножко. Он месяц отработал, даже не отработал. Причем стажировка достаточно длительная. А с чем связано, что стажировка длительная? Ну, потому что обучение, обучиться кофе варить – это достаточно сложный процесс. Тенденция к уходу работодателей на серую сторону принимает все большие масштабы. Однако и контролирующие органы не дремлют. С начала года 2018-го проведено порядка 50 рейдов уже по выявлению данной неформальной занятости. В соотношении процентном примерно около 20-30% выявлено фактов неформальной занятости. В первую очередь с теми людьми проводится профилактическая беседа изначально. То есть как в виде предупреждения им рассказывают о том, что было совершено правонарушение, о том, как нужно правильно оформлять людей, которые у них трудятся. А в дальнейшем при повторной проверке, если данный факт опять же будет выявлен, то, естественно, там накладываются какие-то определенные санкции уже в виде денежных штрафов. Иногда, устраиваясь на работу, соискатели сами выбирают серую зарплату, потому что она больше. Но сейчас эти люди рискуют как никогда. Ведь многие предприятия переживают финансовые трудности. И неоформленный официальный работник может оказаться вообще ни с чем. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. 15 апреля в Чуваше стартует отборочное соревнование WorldSkills. Они пройдут на базе Межрегионального центра компетенции Чебоксарского электромеханического колледжа. Как и в прошлом году, наша республика стала площадкой проведения конкурса по двум компетенциям. Лабораторный и химический анализ и электроника. Более 70 молодых профессионалов и юниоров из 36 субъектов страны поборются за путевки в национальный финал. Чувашию представят учащиеся Новочебоксарского химико-механического техникума, Чебоксарского электромеханического колледжа и Новочебоксарской 14-й школы. Ожидается, конечно, приезд федеральных экспертов, которые будут оценивать результаты в этой компетенции. Будем говорить, так называемые партнерные эксперты приедут с своими командами. Чуваш – один из 17 регионов страны, где с апреля по май проходят отборочные соревнования. Выбирать победителей будут более чем по 60 компетенциям. Лучшие поедут на национальный чемпионат, который пройдет в августе в Южно-Сахалинске. У республики уже есть положительный опыт участия в финалах. В прошлом году наши участники выиграли две медали. На базе учреждений среднего профессионального образования будут создаваться центры опережающего обучения. И поэтому вот этот соревновательный опыт позволяет, конечно, повысить профессиональный компетенции не только участник соревнований, но и самих работников системы среднего профессионального образования. Для того, чтобы потом этот опыт использовать для повышения компетенции вообще различных отрасляций и Российской Федерации. Пока все школьники отдыхали на весенних каникулах, они учились в школе молодежной дипломатии МГИМО. Ученики первой Чебоксарской гимназии вернулись с сессии в Австрии и Подмосковье. С ними встретилась наша съемочная группа. Например, надо тогда определиться, мы в карты играем или серьезными делами занимаемся. Это покер или это международные отношения. Льву из восьмого класса нравится неординарная манера официального представителя МИДа Марии Захаровой. Я подписан на нее в фейсбуке и читаю ее публикации. Также мне нравится, как выступает и как ведет свои переговоры. Это наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Его старший однокашник, десятиклассник Дмитрий, чаще всего берет в библиотеки пособия по истории России. В этом году молодые люди смогли увидеть, что такое дипломатия не только в интернете или книге. Они прошли отбор и побывали на сессиях Международной школы молодежной дипломатии МГИМО. В рамках Международной школы молодежной дипломатии я посетил Вену и прошел недельный учебный курс в Венской дипломатической академии. Помимо выездных сессий из-за границы, занятия проводятся и на базе в Подмосковье. Там этой весной побывала десятиклассница Екатерина. Для меня дипломатия – это искусство вести переговоры, искусство убеждать человека настаивать на своей позиции. Ученики первой гимназии регулярно участвуют и в региональных сессиях. В Чебоксарах есть официальное представительство. Школьники учатся вести дебаты и переговоры, пробуют находить компромиссы в спорных ситуациях. Конечно, дипломатами станут не все, но умение аргументировано объяснить, почему не стоит дергать одноклассницу за косичку, лишним не будет. Культуру Чувашия презентовали в городе Клин Московской области. На фестиваль народно-художественных промыслов России приехали представители 28 регионов. И вот теперь подтягивай все, вот так, и положи. Плетем старинную древнюю чувашскую руну, руну солнца. Солнце означает у нас гармония и согласие. И во многих орнаментах эта руна есть. Она есть даже в нашем чувашском гербе и флаге. Школьникам и журналистам о культуре и традициях Чувашии. Мастера народно-художественных промыслов Чебоксар учили плетению чувашских рун, росписи по дереву, ручной вышивке. В общем, наглядно знакомили клинчан с историей, культурой и традициями чувашского народа. В Чебоксаре мы уже много сотрудничаем, положительно сотрудничаем в различных направлениях. И вот одно из направлений, которое будет сегодня представлено, оно для нас очень актуально и важно. Потому что Клин – это наша туристическая столица, где мы можем вместе построить сегодня планы и их успешно реализовывать. Чувашию клинским друзьям презентовали тоже наглядно. Рассказали об интересных местах, событиях, экскурсионных маршрутах. И, конечно, звали в гости. Официальную часть завершили народными танцами. Чувашские песни звучали и на закрытии фестиваля. Номера от колоритных ансамблей «Уяв» и «Щавал». Гостевые песни – самый большой жанр у нас. В гостевых песнях мы прославляем своих родственников. Естественно, природу свою, о детях поем. Народно-художественные промыслы со всей России в Клину объединяет уже в четвертый раз. Чувашия на фестивале была представлена впервые. Ирина Волкова, «Республика». Это все новости на сегодня. Далее в программе традиционный дневник студенческой весны. А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин